Сегодня открываем традиционный турнир, который устраивает наш добрый, мы сегодня его можем назвать Николаем, Давид. Я думаю, что уже кто-то приезжает не первый раз и участвует на этом турнире. И это стало такой доброй традицией приглашать детей. Это турнир у нас чисто праздничный, спортивный интерес, конечно, есть, но такой небольшой. Поэтому все участники, кто, ну скажем, не совсем удачно выступил, просьба не слишком расстраиваться. Я даю слово нашему главному, скажем, организатору этого турнира и спонсору Давиду. В первую очередь хочу вас всех поблагодарить, что вы приехали со всех регионов Украины. Конечно, это мне приятно, и я вам хочу тоже сделать, как бы, в этот день приятные вещи, подарки. Я благодарю вам всем. Те, кто будет играть и кто проиграет, не настраивайтесь, у вас будет компенсация хорошая. И, естественно, наш турнир стал уже, как бы, традиционным, и в продолжении нашего турнира у нас посещают нас хорошие гости. Тоже, можно сказать, приехали с поздравлениями. Вот, понятно, что Владимир Александрович Ленинский не смог, может, он где-то в пути заедет, но Михаил Подоляк, советник президента, приехал лично вас всех поздравить. С днем Святого Николая и с открытием нашего турнира. Михаил Подоляк. Привет, знаете, я в свое время был на вашем месте и всегда думал, вот, приходят какие-то дяди, говорят какие-то слова, а мы уже хотели играть, да? Я буквально две минуты скажу, не про спорт даже, а про то, что мы живем в уникальное время. Сегодня можно добиться любого успеха, если что-то хотеть сильно сделать. То, что вы сегодня здесь находите, это значит, вы хотите добиться в жизни успеха. И я вам желаю никогда не терять это чувство, что можно всего добиться. Это первое. И второе, мир быстро и очень сильно меняется. И в этом мире есть очень много сегодня возможностей. В Украине сегодня нам очень повезло, что президент спортивный, и, кстати, он очень хорошо играет именно в настойный тейп. Как любит, наверное, он с кем-то из вас сыграет. Я его попрошу об этом. Я не скажу, что все должны всегда выигрывать. Я вам скажу, что сегодня каждый из вас может научиться проигрывать для того, чтобы добиваться большим успехом в жизни. Если вы будете это правильно делать, завтра вы станете чемпионом. В принципе, я бы хотел, чтобы все были чемпионами в Украине. Всегда они поддали большого количества кемпионов. Поэтому за вас, чтобы вы сегодня выигрывали. И удачи! Спасибо! Ну, сейчас мы перейдем к такой, знаете, к организаторской теме. Алексей Гим сейчас будет рассказ. В первую очередь он должен рассказать, кто куда поедет. И во втором плане, какие призы нас ждут именно в денежные призы. Да. И когда вы будете рассказывать, здесь уже будем выносить подарки. И всех вас будем поздравлять. А, девочки будут с одной стороны, мальчики с другой. Внимание, пока выносят подарки, я скажу, что здесь играют, внимательно слушают тренера, мальчики, девочки, полностью здесь играют. И мальчики 2011 год и младше. Мальчики 2008-2010 будут играть в Гурмане, в Гурмане. Погнали, кто-то в Гурмане. Это первое. А что касается поп-призов, ну, в этом в афише немножко, ну, может быть, недоходчиво было указано, что главный приз 50 тысяч гривен. 50 тысяч гривен, это верится на всех призеров. Призеры у нас будут с первого по седьмое места. Это с первого по седьмого места дети, которые займут в этих местах, получат ленежный приз. То есть это только на нашем турнире, такое не три места, а семь места. Такая сумма, я точно не знаю, но знаю, что за первое место, по-моему, 5 тысяч гривен. Что для детей, допустим, десятилетнего возраста, это довольно, ну, такая приличная сумма. Далее, что касается самого проведения соревнований, то она будет поводиться по олимпийской системе. Если проиграл, то турнир заканчивается, наверное, а если выехал, то идешь дальше. И определяется восьмерка. Вот восьмерка играет уже с определением всех мест. То есть можно добраться на восьмерку. Итак, внимание, без уха, на то и самое приятное процедуре, когда получили подарок. Девочки у нас вот с этой стороны получают вот такие вкусные конфеты Рафаэлла. А мальчики с той стороны. Ну, пюлочком, а тоже шоколадный. Просит от шоу-бэк. Никто не беспокоился, это дадут к себе в маке. Так, девочки могут подходить за этот такой мальчики с той стороны. Тихо, тихо, тихо. Внимание, цепь от этой девушки отходят лично вручную, которые не хотят. Девочки. Тихо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА